Здравствуйте, девушки! Меня зовут Жанна Санжак, я визажист, и по многочисленным вашим просьбам хочу сегодня осветить тему зона вокруг глаз, мешки под глазами, темные круги под глазами и малярные мешки. Малярные мешки это та зона, где появляется отечность под глазами и немного как будто бы на скулах. Поэтому как избавиться от этого рельефа ненужного и неважно по какой причине это появляется. Или я не выспалась и много воды выпила накануне, или это может быть с возрастом. В первую очередь я хочу на себе показать вот эти вот теневые зоны, которые еще больше и создают эффект объема. Да, у меня пока таких особенностей нет. Но сейчас дело не в том, что у меня ничего нету, и как вот корректировать на взрослом лице, на котором уже это все есть. Самое главное, чтобы вы послушали именно технику исполнения и вообще смысл, как убирать объемы на лице. Потому что они могут быть разного характера, в разном месте и разной выпуклости. Поэтому эта рекомендация подходит абсолютно всем девушкам, не важно сколько вам лет и где располагается отечность. Смотрите внимательно. Всегда там, где есть объем, под объемом есть глубина. Я сейчас с помощью карандаша для глаз коричневого специально на своем лице нарисую эти теневые зоны, чтобы вы посмотрели, как с помощью тени и света меняется рельеф. А самое главное, что необходимо для того, чтобы выглядеть молодо, это создать эффект плоского лица. Сейчас я рисую, как будто бы у меня вот здесь вот есть тень. Внешний угол глаз я даже макияж смывать не буду, даже с макияжем уже получится такой эффект. Углубление проваливается, вот эта часть с возрастом. Темные круги, они могут быть разные по величине. Они могут быть одна треть глаза, наполовину глаза, они могут быть полностью. Поэтому сейчас я хочу вам рассказать именно, как грамотно делать так, чтобы создать иллюзию, как будто бы этих изменений на лице нет. Крылья носа, точнее под крыльями нос, такая теневая зона, которая, кстати, еще больше очерчивает нос. Носогубные складки, более глубокие, уголки губ опускаются. Потом брыльки, брилли, это теневая зона. Около подбородка, подбородок, и вот здесь вот есть глубина. Эта глубина усиливается. Теперь, посмотрите, видите, у меня уже есть вот такое некое строение. Лицо, ну, опускается, да. Я сейчас эту зону немножечко прорисую поярче, чтобы как будто бы прошло еще плюс несколько лет. К моим годам, то, что нас, в общем-то, ожидает. Мы это прекрасно знаем, поэтому не паникуем. А сейчас я расскажу, что делать, если это уже все есть. И еще важный момент, малярные мешки. Это вот эта глубина, она идет вот сюда. Получается, вот тут такая вот тень. Здесь тоже может быть чуть-чуть глубина. И я еще специально возьму хайлайтер, который блестящий, чтобы усилить это все. То есть прорисую вот тут дополнительный блеск, чтобы создать эффект объема. И под глазами, вот здесь. Вот, видите, получается, это следы возраста или следы усталости. Посмотрите, насколько меняется кардинально лицо. Вы видите, сразу стало оно очень рельефное. То есть, в общем-то, было абсолютно практически плоское. Хотя здесь у меня сделан макияж. И когда я делаю макияж, я создаю иллюзию плоскости. Если вы хотите выглядеть моложе, в первую очередь нужно создать как раз вот этот вот эффект, как будто бы этих изменений на лице нет. Лицо как будто бы стало, видите, разными формами. Поэтому, когда мы наносим тональный крем, или более подробно я хочу рассказать про хайлайтеры. Хайлайтеры есть те, которые нарядные, которые создают эффект свечения. Это то, что я нанесла вот сейчас на эту зону, но я специально для того, чтобы усилить вот здесь объем. Есть хайлайтеры, которые украшают лицо. И они наносятся уже, когда личико красивое, чистенькое. Я сейчас покажу на примере этой половинки лица. Я беру, опять же, нарядный хайлайтер, который с блеском. И посмотрите, наношу под пик брови. Объем появляется, видите, и на верхнюю часть скулы. Пальчиком, потому что он кремовый. Вот это дает вот такое вот красивое свечение, переливание. И это я делаю, когда у меня уже лицо подготовлено, все ровненько, красиво. Это дополнительно дает коже лоск. А есть хайлайтеры, которые не имеют такого блеска. Наоборот, они даже матовые. Но почему они называются хайлайтеры? Потому что они дают эффект внутренней подсветки. Нет вот этой нарядности и сияния. Но есть то, что как будто бы вытягивает. Я называю это, чтобы было нам проще и понятно. Как будто бы фонарик. Вот я сейчас возьму один из фонариков. Эти фонарики, эти хайлайтеры, они продаются в каждой марке. В каждой. Как определить? Смотрите, чтобы это средство было с кисточкой. Потому что есть замечательные корректоры, которые могут быть со спонжем. Вот этот у меня вообще даже с роликом. Роллер. Спонж это... Сейчас я вам покажу. Это у меня Estee Lauder W. Шикарный. Но это не хайлайтер. Это корректор. И у него, видите, такая губка, как у блеска для губ. Это... Этот корректор. Он для маскировки каких-то достаточно ярких цветовых элементов на лице. В данном случае у меня эта проблема не связана с недостатком цвета, неровностями, а с тем, что с возрастом появляется глубина. То есть немножко лицо как будто бы опустилось и появилась глубина здесь, здесь. То есть в общем-то может быть цвет лица и ровный. Но все равно тональное средство это самое главное, что дает нам эффект вот этого ровного моложавого личика. Наша задача сейчас будет убрать вот эти теневые зоны. Как работает хайлайтер матовый, который помогает вытащить тень? Сначала я набираю... Точнее не набираю, а выкручиваю его. И он выходит из тубы. Сначала наношу на руку. Обязательно, без этого никак. Если вы тут же нанесете на лицо, будет ужасный результат. Я люблю, когда макияжа на лице практически не видно. То есть кожа, она прям вот как своя. Не читается косметика. Поэтому когда вы выбираете великолепные, потрясающие средства, но используете их не в том количестве, может получиться обратный результат. И вы не получите то, о чем мечтали. Поэтому дозировка имеет огромное значение. Итак, сейчас я воспользуюсь хайлайтером в качестве подсветки и вообще в качестве как тонального средства. Смотрите, что я делаю. Значит, на кисточке у меня небольшое количество. Я лишнее уже оставила на руке. Мне это еще пригодится. И начинаю хайлайтер, фонарик наносить в те зоны, где есть глубина. Вот я вижу, что у меня вот здесь вот тень образовалась. У меня синячки вокруг глаз коричневого цвета. У меня вот здесь вот глубина, которая автоматически будет вытаскивать и делать объем под глазами еще больше. Наша задача вот этот рельеф выровнять. Все-таки это макияж. И здесь работает иллюзия, которая позволяет визуально на объемах сделать плоскость. Обычно, когда лицо молодое, упругое, натянутое, оно даже в какой-то степени смотрится как плоское. И когда на молодых моделях с плоскими личками, у которых нет никаких возрастных изменений, делают моделирование лица, то есть на плоском лице рисуют скульптуру, то тогда они выглядят чуть постарше, более роскошные, такие прямо с прекрасной своей фактурой. Когда девушки уже постарше, да, то природа сама рисует эту фактуру. И я уже не хочу ее усиливать. Мне не надо дополнительно еще что-то здесь затемнять. Я наоборот хочу вернуть тот возраст. И поэтому наша задача, у кого есть уже какие-то изменения на лице, стереть эти изменения, то есть создать иллюзию плоского лица. Поэтому, когда есть объем здесь, здесь, важно под этим объемом, и самое главное, это не имеет значения, какого размера этот объем. Пускай это будет очень сильно выпуклое, или это будет не так сильно видно. Дело не в том, что покажите Жанна, как вот корректировать, когда совсем все плохо. Мне одна девушка написала. А возьмите девушку азиатского типа, у которой плоские веки, широкий нос, что-то там еще, ну короче, столько написала, так оскорбила девушек, у кого азиатская внешность. Вы поймите, что я сейчас не творю такие чудеса, что я беру страшную женщину, и вау, смотрите, какая я мастерица, сейчас она будет у меня прекрасная. Нет, здесь, в данном случае, в моем блоге, я даю советы, которые вы можете применить, каждая девушка для себя, если вы увидели какую-то особенность, о которой идет, например, в этом ролике или в каком-то другом речь. И те знания, которые я передаю, чтобы вы могли воспользоваться, и если у вас изменится ваше лицо, хотя бы не намного, это уже вау-эффект, я так считаю. Я не краю лица, и поэтому не ждите, что будет до и после два разных человека. Нет, получится, что ту проблему, которую мы хотим сейчас решить, она однозначно станет менее заметной, и это уже будет потрясающе. Поэтому выглядеть там на 20 лет моложе, такой задачи здесь нет. А выглядеть свежо и немного убрать вот этот рельеф, про данное видео, да, то это реально. Поэтому смотрите, как это нужно делать. На кисточке совсем небольшое количество средства, это важно. И тут очень важна, прямо знаете, техника миллиметров. Нельзя вот этот фонарик положить на то место, которое и так уже светится. В данном случае мы говорим про объем. Поэтому корректором, хайлайтером я буду наносить строго только на те зоны, где у меня есть тень. Нанесли. Посмотрите, видите, уже немножко подтаяло. Потом, вот такими движениями, это тоже важно. Мы все прекрасно знаем, девочки, да, что тут можно настолько перегрузить текстуры, что улыбнулись и все там треснуло. Вот задача сделать так, чтобы как будто бы под глазами тоже ничего нету. И мы ничего не наносили. Поэтому здесь нужно работать в европейской технике. Европейская техника это техника наслаивания. Поэтому очень важно взять минимальное количество текстуры, как раз лишнее вот так вот убрать. И наносить, когда на кисточке у вас практически ничего нету. Это очень важно. И наносим строго только в то место, где есть тень. Поэтому вы смотрите на себя в зеркало и видите, ага, тень есть вот тут и вот тут. И вот, соответственно, вы прямо прорисовываете эту глубину. Ошибка, которую делают все женщины, начинают растушевывать. И растушевывать вот так. У вас тогда ничего не получится. Поэтому очень важно, как только вот вы прорисовали вот эту глубину, именно таким же образом и растушевать. Растушевка зоны вокруг глаз. Это значит, вам нужно просто аккуратненько вот так вот дотронуться. И вы делаете столько раз, сколько это необходимо. Потом, как правило, там, где есть объем, вот в этом месте, вот глубина, мы ее все убираем, убираем. Там, где есть тень, все это я убираю. И еще очень часто этот объем выдает тень, которая под ресницами. Поэтому, если вот тут тоже подсветить, то убирается рельеф. Грубо говоря, вот под этим объемом есть тень снизу и есть тень сверху, которая как раз еще больше ее вытаскивает. На сам объем мы ничего не наносим. Мы наносим только вокруг него. Тогда мы этим фонариком, хайлайтером, корректор, хайлайтер, консилер, хайлайтер, мы вытаскиваем вот эту глубину со всех сторон. И вот этот рельеф, он уже становится менее заметный. Дальше, посмотрите. Малярные мешки. Вот здесь объем, вот тут вот может быть глубина и под ним глубина. Поэтому опять ювелирная работа. На кисточке практически уже ничего нету, еле-еле. Дотрагиваемся. И так же, вот, вот таким вот образом, это растушевка. Опять же, мы вытаскиваем под объемом тень, и вот этот рельеф, он становится менее заметный. Чтобы еще больше убрать вот эту зону, соответственно, вот тут вот, где тоже есть тень. И вот так вот дотронулись. Так как хайлайтер, матовый который, он предназначен для деликатной зоны глаз. Это средство как раз, грубо говоря, ну такой, это корректор, который помогает за счет небольшого количества текстуры. Они очень тонкие, но за счет цвета отражающих пигментов, не блестящих, а матовых, но которые дают подсветку. В итоге, получается, вы наносите текстуры небольшое количество, но результат отличный. И тут нету перегруза текстур. Следующий момент. Если вы хотите подчеркнуть глаза, и сделать их слегка раскосые, как в принципе, ну практически, в основном, у кого европейский типаж, или даже азиатский типаж, глаза слегка раскосые. Вот эта вот линия, естественно, она есть у нас у всех. Коричневая, розовая, она задает направление вниз. Поэтому, чтобы создать эффект лифтинга и подчеркнуть красоту глаз, вот это место, это должно быть как некая пауза. Здесь ничего не должно быть. Как только мы тут все выравниваем, сразу фокус переходит на красоту глаз. Даже если они не накрашены. Даже если вы им делаете макияж, буквально только ресницы накрасили. Поэтому, чтобы тушь давала потрясающий эффект, нужно убрать вот здесь всякие моменты, которые могут на себя перетягивать взгляд. Поэтому, опять же, берем хайлайтер и вот сюда, вот в эту теневую зону, наносим пальчиком, растушевываем. Следующий шаг. Носогубные складки. Вы мне очень часто спрашиваете, как их скрыть. Сейчас я покажу два способа. Один способ, это опять же тот же хайлайтер, и самое интересное, вот сколько я сейчас вам показываю, я еще не набрала его повторно. То есть, в принципе, вот тут достаточно. Особенно, что говорится, если говорим про вот эту зону, потому что мы разговариваем, она мимическая. И когда сюда, как делают блогеры многие, и показывают макияж, макияж, и этот макияж, и этот макияж, он достаточно яркий и очень плотный. Поэтому, когда делается какая-нибудь красивая разукраска на лице, очень важно, чтобы тон лица был просто безупречный. Поэтому наносится много средств, и это буквально вот на несколько минут улыбнуться, пару раз показать, как это все красиво там смотрится, и все. А сейчас я показываю то, что будет актуально каждой женщине для жизни, чтобы вы спокойно улыбались, и при этом не было вот здесь вот таких вот заломов от декоративной косметики, что вы туда что-то нанесли, и там все это провалилось. Я предугадываю ваш вопрос, что у меня носогубные складки достаточно глубокие, поэтому там все заваливается. Может быть такое. Соответственно, еще нужно более деликатно наносить в эти зоны, чтобы это ничего не проявилось. Значит, корректор, опять же беру, хайлайтер, это у меня Estee Lauder WBB Glow, то есть корректор, который дает подсветочку. Вот смотрите, что я сейчас делаю. Я наношу на зону основания носа, как бы, да, вот тут, где крылья носа, вытаскиваю вот эту глубину. Это, кстати, тоже еще дополнительно будет прекрасная коррекция тем девушкам, кто хочет сделать носик немножечко поуже. Как только мы его тут высветляем, мы как будто бы стираем крылья носа, и нос становится поменьше, если это необходимо. нанесли раз, нанесли два, и вот так вот пропечатали, не размазываем по всему лицу. Следующий шаг, вот эта зона, значит, там, где глубина, прямо ювелирная работа, наносим в глубину, в тень, свет. У вас однозначно носогубная складка немножечко подтает. Не ждите, что она исчезнет окончательно. Нет, конечно же, они будут, но они будут не такие выразительные. Еще раз могу продублировать. Мне кажется, можно еще вытащить. То, что вы после вот этих приемов будете выглядеть свежее, моложе, это однозначно. Так, уголки губ. Смотрим, где эта тень, наносим. У меня есть видео, где я рассказываю, как увеличить губы. Увеличить не потому, что это модно, а потому, что бывает, с возрастом они уменьшаются, или опускается складка губ. Поэтому, как сделаю губы объемнее, вернуть им прежний объем. Вот я рассказываю, и самый важный момент, это как раз высветлить вот эти вот уголки губ, чтобы вытащить вот эту вот линию. Потом, важный момент, это вот эта зона, чтобы брыли, вот эта часть, смотрелись не такие выступающие. Нужно как раз там, где есть глубина, немного эту зону высветлить. Теперь у меня не хватает средства. Я как раз набираю у меня на руке. Осталось небольшое количество. И теперь четко в цель я высветляю вот эту зону. И таким образом подсвечиваю. И у меня получается вот этот переход не такой активный. Самое главное, вот так не сделать. Это очень частая ошибка. Вы можете, опять же говорю, выбрать потрясающее средство, но если вы неправильно его наносите, вы не увидите результат. Так, чуть-чуть добавлю здесь вот. Делаю в камеру немножко неудобно. Так, посмотрите, еще важный момент, это что дает тяжесть лицу и некую отечность. Смотрите, я еще не убрала вот эту зону. Когда с возрастом, вот у меня, видите, вот эта часть, она как бы вот заваливается. Вот так вот. И в итоге получается, ну вот, лицо вот этой части, она становится тяжелее. Поэтому важно вот это убрать. Я опять беру хайлайтер, набираю на кисточку, у меня немножко закончилось, и стараюсь вот эту зону подсветить. Я покажу еще с этой стороны. вот она глубина. Прямо вот сюда стараюсь. Все очень просто. Как это просто? Как чтобы у вас, посмотрите, сразу просто исчезло куда-то. Как сделать правильно? Вы не копируйте то, что я делаю, да, сейчас на своем лице, а вы смотрите на свое лицо и понимаете, ага, у меня глубина вот тут, значит мне сюда, а у меня глубина вот здесь, значит мне сюда. И все. И тогда у вас однозначно будет хорошо. То, что вот тут вот есть малярные мешки и объем, эта зона, она, когда выступающая, то чаще всего бликует. Поэтому можно воспользоваться, например, там тональным кремом, спонжем и чуть-чуть вот эту зону как будто бы сделать немного матовой. Это не значит, что это пудрой нужно делать. Сейчас я расскажу всю последовательность. Это я хотела вам показать, как это все делается и убирается глубина, в какой последовательности лучше все это сделать. То есть вы сначала на чистое лицо наносите тональный крем. Как я люблю наносить тональный крем, я тональный крем наношу обычно руками. Вот сюда выдавливаю его, раз, 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 и вот такими движениями по всему лицу. Затем, в основном, центральная часть. Как только вы сделали так тональный крем, это уже придает ровность тона кожи и уже лицо выглядит более моложавым. А вот следующий этап на тональный крем вы уже наносите хайлайтер-высветлитель, который имеет подсветку, но не имеет перламутрового, сатинового какого-то там сияния. Он не про красоту, а про коррекцию. И уже то, с чем не справился тональный крем, уже начинаете дополнительно, локально наносить хайлайтер-высветлитель. Если нужно замаскировать какую-то отдельную проблему, то в принципе это средство тоже может справиться. Но для таких задач есть корректоры, которые покрывающая способность более плотная. И, например, вот такие корректоры плотные, если нанести сюда, то они у многих девушек могут моментально прорисовать морщинки. И то есть мы стараемся их, как правило, сделать менее заметным, но неправильное средство в эти деликатные зоны может усилить эту особенность. Что касается, например, вот этой части, то если нанести сюда плотненько, то он плотно, это как? Это не как показывают в инстаграме плотно, я имею в виду, чтобы это было с одной стороны хорошо выравнивание цвета лица и рельефа, но при этом, чтобы было незаметно. Как это делается? Как это делаю я? Я сначала наношу на руки, вот так, нанесла вот такими аппликативными движениями на лицо, а затем, когда я понимаю, что мне нужен еще более совершенный тон, я делаю все то же самое, дублирую еще раз на руки и повторно, практически сразу же. И у меня тогда получается небольшое по наслоению тональное средство, небольшое количество, и при этом у меня очень хороший маскирующий эффект. Вот это, наверное, одно из самых главных, потому что, если вы хотите привлечь внимание к глазам, то вот тут еще раз, эта зона, вот эта зона, это некая пауза между красивыми элементами, красоты бровей, красоты глаз, красоты губ. Как еще? Я обещала еще, значит, еще важный момент, вот в этой зоне желательно, чтобы было все матовое, можно воспользоваться кисточкой и пудрой, такая у меня пудра двойная, она немножко с эффектом загара и натуральная. Набираю и вот эту зону центральную, немножечко, как будто бы фиксирую кремовые текстуры, тональный крем и корректор. Когда на кисточке у меня осталось совсем капелька, я могу дотронуться и вот до этой зоны. Значит, если здесь не будет, здесь тело тоже, не будет блеска, то матовость, она еще больше создает вот этот вот плоский рельеф. А теперь я хочу сделать эффект лифтинга, поэтому я беру хайлайтер, который нарядный, который про красоту. И когда хайлайтер светлый и плюс еще блестящий, все блестящее, визуально дает эффект выпуклости, объема, поэтому если подсветить вот эту зону, очень важный момент, вот здесь вот были малярные мешочки. Когда, опять же, можно увидеть в инстаграме, то, когда делают хайлайтер молодым девчонкам, вот с такими вот лицами, ну, конечно, там можно вот так вот все это нанести и будет красиво, и у них даже вот тут вот щеки сияют, и это красиво. Нам, девочкам, которым уже постарше, так делать нельзя, тут ювелирная работа, надо четко попасть именно в цель, то есть, если вот здесь есть малярные мешки, и мы их только что постарались как будто бы немножко сгладить, поэтому, чтобы еще больше усилить эффект от этой коррекции, вот малярные мешочки, они вот здесь вот, а хайлайтер красивый, нарядный наносится вот сюда, если сюда нанести, то визуально этот хайлайтер создает эффект вот такого объема, поэтому, если я сделаю объем вот в этой зоне, смотрите, что будет, вот так вот, грубо говоря, и тогда на фоне выпуклости здесь вот этот объем малярной мешочки, они станут меньше, поэтому очень важно не залезть вот сюда, иначе ничего не получится, как это делается, тем, кто постарше, девочки, лучше кремовый, кремовый хайлайтер, он увлажняет кожу, сухие, в некоторых случаях, могут подчеркнуть наши морщинки смеха, набираю корректор пальчиком, улыбаясь, куда, как не промазать, улыбаясь, образуются морщинки, вот под этими морщинками смеха мы вот сюда вот наносим этот блестящий, красивый, нарядный хайлайтер. Если здесь малярные мешочки, нельзя на них запрыгивать, ни в коем случае, только рядом, поэтому придав вот тут вот объем, это такое мягкое овальное облачко, которое визуально создаст вот здесь вот эффект, как я уже сказала, объема. И если здесь будет чуть пообъемней, то вот этот объем, он уже станет не такой заметный. И здесь, конечно, вот это место, где есть объем, обязательно можно взять, вот так я сейчас пудру взяла на палец, и вот тут вот как будто бы даже припудрить немножечко, чтобы не падал сюда блеск, а блеск переместить отсюда вот сюда. То есть все логично, мы не просто так красиво делаем, мы делаем с умом, мы понимаем, что у нас уже своя фактура, она немножечко изменилась, поэтому здесь требуется уже более качественная коррекция. Так вот, коррекция, это делается так, чтобы понимать, ага, здесь одна проблема, я ее убираю, и, отвлекая внимание, объемы здесь убрала, здесь его добавила, и так далее. Потом, еще важный момент, ну, то же самое, соответственно, с другой стороны, это румяна. Когда мы становимся старше, кожа теряет тонус и сияние, и, конечно, когда она светится, смотрится очень здорово, и когда у молодых девчонок светится вот тут вот, видите, вот эта часть, вот яблочки, это тоже смотрится красиво, но, если у нас уже есть носогубные складки, вот здесь вот, и мы еще сюда добавляем блеск, а блеск, что дает визуально, выпуклость, объем, поэтому, если вот эта зона будет красиво сиять и блестеть, соответственно, на контрасте, вот эта зона будет еще больше давать глубину, поэтому сияние, это очень красиво, только оно должно быть для девочек, которые постарше, вот здесь, немножко у лоб, боковые поверхности, виски, верхние скулы, нодозоны глаз, вот эта часть может чуть-чуть сиять, а вот здесь вот такого сияния не нужно, этого сияния будет достаточно, чтобы создать лоск на лице и придать как бы такую вкусность коже, а румяна нужно наносить лучше матовые, потому что матовое дает эффект глубины, поэтому утопив здесь вот эти вот выступающие часть щечек, а перед тем, как я рисовала рельеф, вы видели, да, что вот эта зона, она как будто бы выпрыгивает, нам нужно ее немножечко туда утопить, поэтому румяшки наносятся, когда мы улыбаемся, вот как раз на эти, смотрите, выступающие зоны, и когда мы вот здесь вот наносим румяна, это придает свежесть лесу раз и за счет того, что они матовые и цвет есть, они визуально дают иллюзию глубины, поэтому носогубные складки не будут смотреться более глубокими, то есть опять же, здесь все очень логично, эту часть мы утопили, а вот эту часть вытащили, таким образом сглаживаем вот этот рельеф, продублирую, под этим видео я напишу вам какие продукты я использовала, но в данном случае дело не в том, что именно у меня, а в самой сути, потому что возможно вы из другого города, из другой страны, и то, что есть у меня в косметике, вы не сможете купить у себя, но купить похожий аналог, сейчас косметика очень богатая по выбору, поэтому я уверена, вы обязательно для себя найдете то средство, которое будет отвечать по всем критериям, и эффект подсветки будет давать, если это хайлайтер, и при этом ценовая политика будет такая, которая позволит вам все-таки приобрести все необходимые средства для того, чтобы выглядеть молодо и красиво. Спасибо вам за внимание, если вам понравилось это видео, оно долго, я понимаю, но как мне еще по-другому донести, я могу сделать макияж очень быстро, и будет все замечательно, но тогда вы не поймете вот этих тонкостей, поэтому я стараюсь вам рассказать, чтобы вы именно не скопировали, а поняли, в чем суть, и тогда вы купите косметику, она будет другая, ваше лицо, оно другое, но результат при этом будет потрясающий. Спасибо вам за внимание, ставьте лайк, и обязательно напишите, пожалуйста, какую тему вы хотели бы, чтобы я осветила. до новых встреч! До новых встреч!